Уволился со стыда. Британский лорд подал в отставку, потому что опоздал на заседание парламента. Как отреагировали его коллеги и останется ли этот порядочный человек без работы, выясняла Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Это был традиционный час вопросов к правительству в верхней палате британского парламента. Лорд Бейтс опоздал всего на несколько минут, что вполне могли не заметить. Но у одного из членов палат лордов возник вопрос о неравенстве доходов населения. Ответить должен был лорд Бейтс, как замминистра международного развития. Но поскольку его не оказалось на месте, держать речь пришлось коллеге Бейтса. То есть ничего страшного не произошло. Лорды часто отлучаются на запланированные встречи или публичные мероприятия и имеют право пропускать заседание. Но в данном случае Бейтса заела совесть. Я всегда считал, что мы должны придерживаться самых высоких стандартов вежливости и уважения. Мне очень стыдно, что я отсутствовал, когда ко мне были вопросы. Поэтому попрошу об отставке премьер-министра и приношу свои извинения. Это вызвало бурную реакцию в палате. Лорды выкрикивали «нет» и призывали Бейтса вернуться в зал. Мол, извинения достаточно и нет необходимости уходить из-за такой мелочи. Лордом Майкл Бейтс стал 10 лет назад. И этот титул пожизненный. Он заслужил его работой в правительстве и парламенте. Впрочем, это не первый раз, когда он удивляет неожиданным заявлением об отставке. Два года назад Бейтс покинул должность замминистра внутренних дел, чтобы в одиночку, пешком пересечь Южную Америку. Тогда цель увольнения была не менее благородна. Престижная работа в правительстве. Он пожертвовал ради благотворительности. Собирал деньги для ЮНИСЕФ, которая отстаивает права детей. И если тогда правительству не оставалось ничего другого, как принять заявление, причина такая высокоморальная, то в этот раз на Даунин-стрит в увольнении отказали. Не увидели в этом необходимости. Так что, в конце концов, совестливый лорд останется на своей должности в министерстве. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.